Идея слить шинники и моторчики назрела давно. Медучреждения находятся на одной площадке и по сути дублируют отделения друг друга. А это нецелесообразно посчитали в Минздраве и в середине декабря приняли решение. Медучреждение объединить новую больницу скорой медицинской помощи, создать. Таким образом у нас в городе будет два учреждения, две больницы скорой медицинской помощи, номер один и вот объединенная больница, где как раз таки и оказание экстренной неотложной помощи, закрепление подстанции и по сути дела транспортировка пациентов машинами скорой помощи будет осуществляться по данному территориальному принципу. Если сейчас пациентов из спальных районов города везут до больницы скорой медковощи около часа, то с функционированием новое время сократится в два раза. Но тут же возникает вопрос, не сократится ли в два раза штаб медиков. Не приведет к массовому закрытию каких-то подразделений, сокращению рабочих мест, утраты зарплаты. Наоборот, планируется прямо противоположное движение, ну может быть какая-то перепрофилизация. Дмитрий Попов все-таки отметил, что сокращения будут, но не врачи, а администрации. Якобы зачем два главных бухгалтера или несколько заведующих отделением? Пока в ведомстве не уточняют, сколько сотрудников получат трудовые обратно. А вот не закроют ли поликлиники при этих больницах? Ответ прозвучал и на этот вопрос. Дом как был, так он и остается. Вопросы работы поликлинической службы при данных учреждениях также сохраняются. Есть перспективы определенные. Строительство двух поликлиник в той части города, которые будут перезакреплять часть населения, но это не сегодняшнего дня перспективы. Новую больницу предстоит еще дооснастить и переобучить кадры, которые должны перейти на новый режим работы 24 на 7. Первых пациентов новое медучреждение под руководством Андрея Коломееца начнет принимать не раньше 2021 года. Валентина Скирова, Алексей Фризин. День с толком.